Вопросы армян в Западной Армении. При посредничестве российских миротворцев граждане России Арцаха переведены из Арцаха в Армению. Проблема нехватки греба в Арцахе обострилась в мере Асатрян. Постройка 10-го водохранилища на рекре Тигрис. В результате обстрела со стороны вооруженных сил Баку погиб армянский военнослужащий Казарян Ваник Арамович. 16-я международная олимпиада по астрономии и астрофизике. Армения завоевала одну бронзовую и одну серебряную медаль. Основной удар противника в направлении Джаракана во время 44-дневной Арцахской войны был нанесен по позициям 3-го и 2-го стрелковых батальонов. 27 сентября 2020 года в Джаракане 9-му оборонительному округу удалось на 6 ночей и 7 дней противостоять превышающим в несколько раз азербайджанским вооруженным силам. В результате атаки брак потерпел крупные потери. Под руководством командира 3-го батальона подполковника Давида Назаряна в первые дни войны удалось взять и сохранить позиции до 3 октября 2020 года. Давид Назарян погиб 18 октября на участке Туттакнер Катрукского района. Командир 9-го оборонительного округа в период 44-дневной войны полковник Артем Погосян вспоминает «Мы с Давидом прошли долгий путь в Карвачаре и Капане. В конце 2020 года служили в Джаракане. Я был командиром 9-го округа, Давид – командиром батальона. Прошу не грустить сегодня. Сегодня день рождения нашего друга. Как командир я также участвовал во время сентябрьских событий 2022 года. Со мной были мои соратники. При каждом принятии решения мы вспоминали наших отважных, побивших друзей. В ходе действий в 9-м оборонительном округе противник не смог занять ни одну боевую позицию без потерь. Под руководством Давида Назаряна на каждой позиции 3-го батальона, состоявшей из 7 человек, воевала группа противника из 70-80 человек. До 3 октября батальон оборонялся, нанося противнику максимальные потери. Все поставленные мною задачи командир батальона Давид Назарян выполнил. Без батальона, подчиненных ему командиров, без старшин, солдат, командир полка, обычный человек. Я был силен благодаря им. Вопреки батумскому договору от 4 июня 1918 года, 15 августа, турецкие войска атаковали Александрополь. 15-часовое сопротивление армян дало возможность собравшимся беженцам из Карина, Карса, Ардагана и Ардвина покинуть город. 15 сентября татарский полк, свирепый контингент, действовавший в подчинении турецких властей, осуществил в Баку погромы армянского населения. В общей сложности в Баку было убито 30 тысяч армян. Уже 21 января началось героическое сражение Мараша против турецких националистов, которое продолжилось до 12 февраля 1920 года. 11 февраля французские войска отступили от Мараша. Армяне последовали за французской армией, но по пути подверглись турецкому нападению, которое зарубили армян и французов. На пути отступления армяне понесли от 3 тысяч до 5 тысяч жертв, французы больше тысячи убитых и умерших от голода. 21 августа российским миротворцем был осуществлен переезд 41 гражданина России и Арцаха из Арцаха в Армении, что с 14 июня является первым случаем. Граждане Российской Федерации давно ждут своего перевода, а граждане Арцаха – это студенты, поступившие в вузы Республики Армении и зарубежья. Об этом сообщает информационный штаб Арцаха. Однако бакинская сторона продолжает препятствовать двустороннему передвижению граждан. На данный момент сотни граждан Армении ожидают возвращения в Арцах. 333 человека ожидают перевода в Армению через Красный Крест по экстренным и плановым медицинским показаниям, не считая необходимости двухстороннего перемещения тысячи людей для коммунитарных, рабочих и других целей. Бакинская сторона продолжает создавать унизительные условия на незаконном КПП, расположенном у мосту Хаккари, в дополнение к незакожной слежке и препятствии для граждан Арцаха. В частности, против воли перевезенных граждан, азербайджанцы и приглашенные ими журналисты в очередной раз фотографировали их и использовали в пропагандистских целях. Кроме того, азербайджанская сторона не пропустила транспортные средства российских миротворческих сил через мост Хаккари, вынудив пассажиров с багажом перейти мост пешком. Из-за полной блокады Арцаха властями Баку в условии гуманитарного кризиса в стране жители пытаются выжить кто как может. Проблема хлеба в республике обострилась из-за вражеских выстрелов, сельчане не могут собирать пшеницу, муки становится все меньше. Об этом в беседе со спутник Армении заявила помощник защитника прав человека Арцаха Мери Асатрян. Для получения муки используют урожай пшеницы этого года. Баку постоянно провоцирует, стреляя в направлении тех полей, где пытаются собрать урожай. Делается все возможное, чтобы как можно скорее привезти пшеницу в указанное место. Необходимо время, чтобы процесс связанной пшеницей был организован. За последние два дня большинство пекарней Степанакерта не работали, что необходимо возобновить. Более двух месяцев в Арцахе ужасная ситуация. От перевезенных до 15 июня грузов запасов не осталось почти ничего. Народ пытается найти альтернативные варианты, чтобы выжить. Проект Джизре Джабар, который построен на реке Тигрис, был одобрен, после чего ряд построений уйдет под воду. Многие виды животных, обитающие в реке, окажутся под угрозой исчезновения. Согласно проекту на Тигрисе, считающейся самой длинной рекой Ближнего Востока, протяженностью 2800 километров, будет построено 10-е водохранилище. Программа была представлена на конкурс 24 мая 2013 года, далее была приостановлена из-за разногласий. Это будет вторая павличная плотина после водохранилища Елису на реке Тигрис. Проект водохранилища, который обсуждался на протяжении многих лет, был окончательно утвержден 16 августа. Когда конкретно начнутся строительства, неизвестно. Водохранилище высотой в 40 метров и запасным объемом воды 381 миллион кубометров будет завершено в течение трех лет. 21 августа около 15.30 подразделения вооруженных сил Баку открыли огонь по армянским позициям, расположенным в участке Ахпра-Дзора, в результате чего сметельное и агрессивное ранение получил военнослужащий Казарян Ваник Арамович. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении. Министерство обороны разделяет тяжелую боль утраты, выражает слова соболезнования членам семьи, родным и сослуживцам погибшего солдата. В польском городе Силезия с 10 по 20 августа прошла 16-я международная олимпиада по астрономии и астрофизике, в которой приняли участие 241 ученика из 50 стран. На олимпиаде команду Армении представили ученики 12 класса специальной физико-математической школы имени Шариняна Арек Барсиан, Вячеслав Петрусян, Артаваст Арутюнян и Мария Арекелян. Серебряной медали от команды Республики Армении удостоился Вячеслав Петрусян бронзовой медали Артаваст Арутюнян, Арек Барсиан и Мария Арекелян удостоились грамот. Напомню, что в 2022 году команда Армении на 15-й международной олимпиаде по астрономии и астрофизике завоевала три бронзовые медали. И в завершении новостей послушаем песню в исполнении ансамбля САСНА ЦРР «ЗАРТ НИР ВОРТЬЯК». САСНА ЦРР «ЗАРТ НИР ВОРТЬЯК» САСНА ЦРР «ЗАРТ НИР ВОРТЬЯК» САСНА ЦРР «ЗАРТ НИР ВОРТЬЯК» САСНА ЦР «ЗАРТ НИР ВОРТЬЯК» Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! САСНА ЦРР «ЗАРТ НИР ВОРТЬЯК»